В декабре 1991 года на карте мира появилась новая независимая страна. Рождение независимого Казахстана совпало с наступлением новой эры в истории нашей планеты. На смену военно-политическим гонкам пришла конкуренция в промышленной сфере. Республика Казахстан Республика Казахстан расположена в центре Евразийского материка. Граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Из запада омывается Каспийским морем. Страна занимает девятое место в мире по площади территории. Казахстану от советской хозяйственной системы достались в наследство предприятия железные, автомобильные дороги, энергосистемы, трубопроводы. Но все они строились как часть единого комплекса. И когда Союз разрушился, сразу стали убыточными. За первые четыре года объем производства промышленной продукции сократился наполовину, сельскохозяйственного на треть, транспортные перевозки сократились на две трети, резко возросла безработица. В 1992 году инфляция достигла рекордного уровня – 3061%. В таких тяжелейших условиях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев начал в стране быстрые и энергичные реформы. Мы начали проводить приватизацию, создавать совершенно иную налоговую систему, формировать отечественное предпринимательство. Мы с нуля создали современную банковскую систему. Мы завоевали свою нишу на очень жестком конкурентном внешнем рынке. Мы перестроили экономические отношения на селе. А параллельно с этим решались труднейшие задачи строительства собственной государственности. От национальных вооруженных сил до создания посольств в десятках странах мира. Мы вынуждены были пойти на болезненные реформы. Социальная цена реформ, особенно на первом этапе, была велика. Ставка была так высока, что стоял вопрос, быть или не быть независимым Казахстаном. Основой казахстанской экономики, безусловно, стал нефтегазовый сектор. Доказанные запасы, без учета Каспийского шельфа, составляют 21 миллиард баррелей нефти и газового конденсата. А прогнозируемые ресурсы каспийских месторождений Казахстана оцениваются в 100 миллиардов баррелей. Огромные природные ресурсы Казахстана, в первую очередь нефтяные и газовые месторождения, создали основы для развития экономической структуры. Сегодня на нефтегазовый сектор страны приходится 58% иностранных инвестиций. В Казахстане успешно работают такие международные компании, как «Миттл Стил», «Шеврон», «Шелл», «Бритиш Петролиум», «Бритиш Газ», «Амоко», «Эни», «Аджип», «Лукоэл», «Эйбиен Амбро», «Эксон Мобил», «Китайская национальная нефтегазовая компания» и другие. Таким представительным списком в первые постсоветские годы не могла похвастаться ни одна из стран бывшего Союза. Были созданы все необходимые условия для того, чтобы с Казахстаном сотрудничали деловые люди со всего мира. Прямые инвестиции за годы независимости превысили 30 миллиардов долларов США. Но экономическая политика Казахстана теперь направлена на преодоление сырьевой зависимости и достижение высоких параметров устойчивого развития. С момента обретения независимости Казахстан всегда был привержен политике открытости для инвестиций. У нас есть яркие примеры. Компания «Шеврон» инвестировала в производство полиэтиленовых труб в Атрау. Я встречался с президентом компании, мы договорились о расширении этого завода в два раза, строительство нового завода запорной арматуры и строительство судоверфи на Каспии. «Акселор Миттл» построил трубный завод в Актау и он продолжает работу по расширению комбинатов Тимиртау для получения дополнительных 5 миллионов тонн стали, то есть увеличить производство в два раза. «Сайпем» в рамках совместного предприятия с казахстанскими инвесторами построил завод металлоконструкции. Я встречался с главным президентом группы «Энни» господинем Скорони. Мы договорились о строительстве газоперерабатывающего завода, новой газовой электростанции в нашей стране. Группа «Энерси» о его новой работе, которая продолжает важнейшие проекты строительства в нашей стране. Увеличение производства металлического алюминия до 500 тысяч тонн, строительство новых предприятий по производству ферросплавов в Казахстане, железных и автомобильных дорог. Уверен, что примеры подобного сотрудничества способствуют достижению поставленной нами цели – диверсификации экономики. Тем самым Казахстан привлекает необходимые инвестиции, развивает несырьевые секторы экономики. Это выгодно всем. Индустриальное сердце страны бьется в третьем по величине городе Казахстана – Караганде. Здесь лидирует угленная промышленность и машиностроение. Но в области активно и успешно работают заводы и по другим направлениям. По добыче и обработке железа, цементному производству, предприятия пищевой и легкой промышленности. На западе Казахстана огромный потенциал для развития нефтегазовой промышленности. Северные регионы страны славятся производством сельскохозяйственной продукции. Республика Казахстан стала крупным производителем и экспортером зерна, шерсти и мяса. Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров в обрабатывающей промышленности, эффективное использование научного потенциала в развитии инновационной сферы должны стать основными приоритетами диверсификации казахстанской экономики и ее отхода от сырьевой направленности. Тесное переплетение науки и производства должно стать определяющим фактором индустриально-инновационного развития. Руководство страны поставило перед новой экономикой цель достичь уровня 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Мы желаем видеть Казахстан страной, развивающейся в соответствии с глобальными экономическими тенденциями, страной, выбирающей в себя все новое передовое, что создается в мире, занимающейся системой мирового хозяйства, пусть небольшую, но свою конкретную нишу и способной быстро адаптироваться к новым экономическим условиям. В этих целях в Казахстане реализуется программа форсированного индустриально-инновационного развития, в соответствии с которой к 2015 году ВВП страны увеличится на 7 триллионов тенгель. Современные производственные предприятия с высокими технологиями составят основу экономического потенциала страны. Устойчивое сбалансированное развитие в ближайшие десятилетия будет обеспечено за счет ускоренной диверсификации, повышения конкурентоспособности национальной экономики. Важнейшей задачей является комплексный рост производительности труда. В Казахстане, если смотреть в целом по экономике, один работник в год производит лишь 17 товаров на 17 тысяч долларов. В развитых странах этот показатель превышает 90 тысяч долларов. Вывод очень простой. Нам надо исправлять ситуацию, повышать производительность труда, внедрять инновации. Реализация новой президентской программы стартовала в 2010 году. И можно с уверенностью сказать, что она открывает новую эпоху в национальной экономике. Курс на индустриализацию дает импульс развитию ряда промышленных отраслей. В их числе металлургия, машиностроение, энергетика, аграрный сектор, туризм. Только в первом полугодии было запущено 72 объекта. Еще 80 к концу 2010 года. Воплощение в жизнь масштабных проектов – результат благоприятного инвестиционного климата страны и успешности экономической модели Назарбаева. Все проекты по сравнению с объектами предыдущих лет более масштабны, технологичны и привлекательны для инвестиций. Благодаря индустриализации в этом году появится 100 тысяч рабочих мест. У всех предприятий общая цель – вывести Казахстан на новый уровень экономического развития. Для выполнения сверхзадачи создан специальный путеводитель – схема размещения производственных мощностей. Она включает прогнозные балансы важнейших видов ресурсов и варианты развития транспортной инфраструктуры. Добиться высоких темпов экономического роста поможет реализация трех направлений индустриальной программы. Разумное использование природных ресурсов позволит увеличить глубину переработки сырья и развить пояс смежных производств. Другое важное направление – повышение уровня производительности труда и активное вовлечение населения в индустриализацию. Акцент также будет сделан на повышении геополитического потенциала страны. Эффективная реализация индустриальной программы позволит в ближайшую пятилетку увеличить показатели ВВП на 50%, долю несырьевого экспорта – до 40% и заметно повысить производительность труда в промышленности. Вырастет и число инновационно-активных компаний. Достичь поставленных целей можно через развитие ключевых отраслей экономики. Правительством уже разработаны специальные отраслевые программы. За пять лет будут введены в эксплуатацию мощный газохомический комплекс, заводы по производству минеральных удобрений, ряд крупных электроэнергических станций, как Балхашская ТЭС, Мойнахская ГЭС, новый блок Экибастуйский ГРЭС-2, если я крупнейшие перечисляю, их 162, как вы знаете, и многое другое. А в 2014 году мы реконструируем все три нефтепродабочных завода и сможем полностью обеспечить нашу внутреннюю потребность по всему сектору нефтепродуктов. Каждый индустриальный проект и в каждом регионе должен быть взят под особый контроль не только местной власти, но и общественности. Эта работа должна стать общенародной задачей всей страны в ближайшие десятилетия. Только так мы можем войти в число 50 конкурентоспособных стран мира. Индустриальное развитие – это наш шанс в новом десятилетии, новые возможности для развития страны. Казахстан будет успешной индустриальной державой. Я в это абсолютно верю. Для форсированного развития горнометаллургической отрасли есть хорошие предпосылки – большие запасы минерального сырья. Сегодня в промышленном производстве доля выпуска готовых металлических изделий составляет чуть больше 1%. Внедрение в производство инновационных технологий позволит отойти от экспорта сырья, выпускать новые виды продукции с высокой добавленной стоимостью. Задача максимум – увеличить валовую добавленную стоимость металлургической отрасли на 107%. Среди новых производств металлургической отрасли стали плавильный завод в городе Жанатас Жамбылской области. Предприятие будет выпускать металлопрокат, перерабатывая лом черных металлов. Ежегодная мощность – 36 тысяч тонн. На этом предприятии уже получили работу 60 человек. Это современный, солидный завод. Продукция востребована, потому что весь Казахстан строится. И мелкий сок, который вы создаете за счет металлолома, и оно может иметь возможность развиваться дальше. Все хотят, чтобы мы оставались государствами сырьевыми, чтобы мы кого-то снабжали этим, а купоны истригли они. Рабочие места были у них. Из этого нам надо выходить в борьбе. Нас не будут пускать, нас будут тянуть назад. А мы должны вырываться, найти нишу. Найти под солнцем рыночной экономики свое место – это очень трудно. Поэтому я лично контролирую и заявляю, что все, кто будет препятствовать осуществлению индустриальной программы, картой, разбросанной по всей стране, будет снято занимаемой должности. Если это люди, работающие в исполнительной власти. Доля химической отрасли сегодня в валовом объеме промышленной продукции не достигает и одного процента. Главная проблема – изношенность оборудования. Программа развития сферы позволит создать конкурентоспособные производства на основе передовых технологий, обеспечить предприятие ресурсной базой и кадрами и увеличить вдвое объемы экспорта. Все эти меры, наряду с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов, обеспечат отрасль базовым сырьем. Таким образом будет налажено производство более 500 наименований продукции высоких переделов. Возрождение отечественного машиностроения – одна из главных задач отраслевой программы. В структуре импорта страны 41% приходится на машиностроительную продукцию. В рамках программы планируется наладить производство тепловозов и грузовых вагонов, зерноуборочных комбайнов и тракторов. В этом году будет запущено 8 крупных проектов. Планируется создать более полутора тысяч рабочих мест. Один из промышленных проектов – машиностроительный завод в Семее. Предприятие долгое время простаивало. Сейчас здесь выпускают все необходимые детали для вагонов. Имея многолетний опыт выпуска военной техники в советское время, сейчас завод является единственным в СНГ с таким мощным потенциалом. Сейчас семейский машзавод переживает по-настоящему второе рождение. На ближайшую перспективу руководство строит амбициозные планы. На недавней выставке военной техники «Кадекс-2010» руководство уже достигло договоренности с чешской фирмой и российским холдингом «Акбарс». И если все сложится удачно, то уже со следующего года здесь планируется запустить производство запорных моторов и запчастей для предприятий нефтяных и газодобывающих компаний. К 2014 году Казахстан на 50% должен быть обеспечен лекарствами собственного производства. Такова цель программы развития фармацевтической отрасли. Для этого предполагается провести модернизацию действующих фармпредприятий, построить новые заводы и внедрить стандарты качества производства GMP. Долгосрочный закуп лекарств у отечественных производителей будет организован через единого дистрибьютора. К 2020 году экономика вырастет на 150%. Производительность труда промышленности 1,8% в сельском хозяйстве в два раза. Это говорит о том, что мы не опираемся не только на наши недра, на сырьевые ресурсы, создаем альтернативную экономику, другую индустрию. Казахстан никогда в своей истории не ставил перед собой такие задачи, никогда ее не осуществлял. Я от души поздравляю всех акимов областей, городов и районов, всех наших трудящихся инженеров, строителей за осуществление этой задачи. Чтобы развивать приоритетные отрасли экономики будущего, нужны новые подходы в управлении. В первую очередь государство намерено повышать инвестиционную привлекательность страны, обеспечивая инвесторов преференциями. Акцент на создании специальных экономических зон с развитой инфраструктурой. Основные подходы новой индустриальной политики – это улучшение бизнес-среды, подготовка профессиональных кадров, развитие инноваций, инфраструктурное обеспечение и эффективная тарифная политика. Чтобы предприниматели имели возможность воплощать намеченные проекты, правительство разработало четыре программы комплексной поддержки. Новые вызовы, расширение рынков сбыта – все это требует повышения конкурентоспособности отечественных компаний. Программа «Производительность-2020» направлена на модернизацию действующих предприятий. Главная цель документа – реструктуризация бизнеса и повышение производительности труда. Будут созданы стимулы через предоставление госзаказов, льгот и продвижение экспорта. Расширится доступ к лучшей международной практике, экспертизам и технологиям. Компании могут воспользоваться услугами консультантов по управлению и в сфере IT-технологий. В рамках программы также будет обеспечен доступ к финансированию. Меры господдержки – это субсидирование процентной ставки кредитов, государственные гарантии по займам и предоставление инновационных грантов. То, что мы сейчас делаем, это исключительно важнее много раз того, что мы сделали за 18 лет нашей независимости. То есть индустриализация, инновация – труднейшая задача в наших условиях. Никто не хочет нам давать просто так технологии, никто не хочет и не даст нам инновации. И самое главное, что все этим занимаются. Все поняли, что опираться в экономике только на средние ресурсы бесперспективно. Кризис это показал. Развитие экономики в ускоренном режиме возможно благодаря наличию квалифицированных кадров, инвестициям и рынку сбыта. Ключевым в данном случае является этап привлечения иностранного капитала. За последние 15 лет в Казахстан поступило свыше 43 миллиардов долларов США. Объемы инвестиций в нашу страну в десятки раз превышают показатели Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Для реализации индустриальной программы создаются региональные учебные центры в АТРАУ, Шамкенте, Усть-Каменогорске и Экибастузе. Любое предприятие конкурентоспособно только тогда, когда процесс производства постоянно совершенствуется и технологически модернизируется. Доказано, процесс изготовления той или иной продукции необходимо постоянно пересматривать и обновлять. Поэтому инновационное развитие как одного предприятия, так и страны в целом должно быть системным. Наиболее эффективным механизмом, отвечающим требованиям времени, должна стать модель инновационных кластеров. Они выстроены на базе Парка информационных технологий АЛАТАУ и Международного учебного заведения мирового значения Назарбаев Университет. Их отличительная черта – полная интеграция образования, науки и бизнеса для создания предприятий совершенно нового поколения. Постоянное совершенствование знаний, стремление к созданию комфортных условий и технологическое перевооружение повысит энергоэффективность предприятий и качество выпускаемой продукции. А значит, для казахстанских товаров и услуг откроется доступ к международным рынкам. В век новых технологий и конкурентной борьбы за инвестиции, наша страна имеет возможности занять место в числе наиболее продвинувшихся в этом направлении. Ключевым направлением индустриализации должна стать поддержка наших несырьевых экспортеров. Казахстанская промышленность на экспортных рынках должна представлена быть широкой линейкой отечественных брендов. Поэтому задача правительства создания целостной системы поддержки экспортеров, которая предусматривает финансирование, приобретение основных средств, сервисную поддержку экспорта, гранты экспортерам, экспортное торговое финансирование. Приоритетом экономики страны в ближайшие 7 лет станет развитие наукоемких и высокотехнологичных производств. Их доля в валовом внутреннем продукте возрастет в 10 раз. Поэтому перспективы инвестиций в казахстанскую экономику не ограничены нефтегазовой сферой и металлургией. На первом этапе стоит задача привлечь в экономику Казахстана крупные транснациональные компании, обладающие высокими технологиями несырьевой направленности. Они будут работать в таких перспективных отраслях, как нефтехимия, машиностроение, информатизация. Под будущие проекты уже готовятся предложения. Ведется деятельность по привлечению капитала и передовых технологий международных корпораций, созданию с ними совместных производств. При этом руководство страны продолжает и дальше создавать благоприятный инвестиционный климат, предлагая для потенциальных партнеров особый налоговый режим и, как всегда, стабильность контрактов. Стоит также подчеркнуть, что все международные соглашения преследуют интересы только народа Казахстана. Инновационную деятельность в стране будут осуществлять вместе с параллельным созданием принципиально новых хозяйственно-территориальных образований, региональных инновационных фондов, венчурных фирм, технопарков и бизнес-инкубаторов. Для участия в реализации грандиозных проектов Казахстан приглашает деловых людей со всего мира, способных предложить новые хай-тек-идеи. За годы независимости Казахстан смог осуществить решительные реформы. Республика признана мировым сообществом, как государство с рыночной экономикой и первой из стран СНГ приобрела инвестиционный рейтинг. Казахстан стал первой страной постсоветского пространства, рыночный статус которой признали как Европа, так и Соединенные Штаты Америки. Благодаря поступательным реформам Казахстан совершил прорыв с 13-го места в бывшем СССР в пятерку наиболее динамичных экономик мира. Наша страна обеспечивает две трети совокупного дохода всей Центральной Азии, представляя только четверть ее общего населения. Сегодня казахстанские промышленные и финансовые компании встали на ноги и активно конкурируют с зарубежными инвесторами. Казахстан является активным участником интеграционных процессов СНГ. Создание таможенного союза с Россией и Белоруссией, который вступил в силу с 1 января 2010 года, это уже прорыв всех наших интеграционных инициатив, которые Казахстан вел все эти годы. Следующим этапом интеграции трех стран станет формирование с 1 января 2019 года единого экономического пространства. Это более высокий уровень интеграции, когда не только границы там, таможенные, теперь передвижение капитала, рабочей силы, людей будет обеспечено свободно. Поддерживая оригинальное экономическое объединение в СНГ, правительство должно активизировать процессы вступления во всемирную торговую организацию на условиях, отвечающих приоритетам экономического развития Казахстана. Полагаю, что уже сейчас нашим предпринимателям важно правильно оценить появление новых возможностей, всерьез заняться разработкой эффективных стратегий по выходу на новые рынки, наращивать конкурентные преимущества свои. Конечно же, как говорится, там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже. А я думаю, мы намерены жить лучше и не должны позволять мешать это делать, осуществлению своих планов. Очевидно, что для реализации наших планов по диверсификации одних лишь государственных ресурсов будет недостаточно. Помимо недр у страны есть еще одно огромное богатство. Это ее выгодное расположение. Транзитно-транспортный потенциал Казахстана оценивается в 2 миллиарда долларов в год. Казахстан может выйти на такой уровень доходов от транзита по своей территории к 20-м годам этого столетия. Сегодня же страна ежегодно получает от транзита более 150 миллионов долларов. Реализация только проекта Трансказахстанской железнодорожной магистрали может дать республике до 1 миллиарда долларов прибыли в год. Дело в том, что данный коридор соединяет страны Азиатско-Тихоокеанского региона с основными рынками сбыта в Европе, России и странах Ближнего Востока. Огромный потенциал представляет международный морской порт «Октава». Большие доходы принесет развитие транзитных автодорог. Быстрыми темпами идет строительство автокоридора «Западная Европа-Западный Китай». Выгодно расположенные и отвечающие высочайшим требованиям международные аэропорты Астаны и Алматы в скором времени станут крупными транзитными хабами мирового значения. Казахстан – страна неисчерпаемых возможностей. Нынешние трудности – это не первое испытание для нас, которое выпало на нашу долю. Глубочайший кризис переходного периода, который мы, наверное, хорошо помним, мы преодолели в начале 90-х годов после развала большой страны. Тогда обвал экономики, если вы помните, достигал 60%. Инфляция исчислялась тысячами процентов, если быть точным, более 2000%. Второй мировой кризис, вызванный азиатскими финансовыми рынками, мы преодолевали в конце 90-х годов. Цена тогда на нефть снизилась до 9 долларов за баррель. Мы не могли платить пенсии, заработную плату. Эти трудности мы с вами преодолели. Пройдет время, и мы будем говорить уже о преодолении и нынешнего кризиса. В наших руках все возможности, чтобы выйти из сложившейся ситуации с объективными, конечно, потерями, но подготовленными к новому росту. Кризисы будут повторяться, и наша цель – научиться управлять ими. Пока у нас это получается. Сегодня мы вынуждены перегруппировать силы и ресурсы, и мы это делаем под влиянием внешних обстоятельств. Но это вовсе не означает, что мы изменили свой курс. Этот курс определен стратегией развития страны до 2030 года. Как мы в этой стратегии говорили, жизнь будет вносить коррективы, как вы видите, и вносит, но подсеркиваю он прежний. В основе известного во всем мире феномена экономического чуда Казахстана верно выстроены долгосрочные стратегии развития приоритетных отраслей экономики. Металлургия и производство металлических изделий, нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора, оборонная промышленность, транспорт и инфокоммуникации, агропромышленный комплекс, стройиндустрия и производство строительных материалов, а также химическая и фармацевтическая промышленность. По всем направлениям уже выстроена планомерная работа, строятся новые заводы и предприятия, модернизируются старые, создаются рабочие места. Мы знаем, какие трудности еще ждут. Мировой кризис еще не закончился. Все эксперты говорят 50-50 сегодня. Может повториться, может не повториться. Но общее направление такое, что острая фаза кризиса прошла. Но, как и в прошлом году, я в этом году предупреждаю, что форс-мажорные какие-то обстоятельства могут быть. Они могут внести изменения какие-то в наши планы. Но генеральная линия, которая у нас есть, она будет продолжаться. В этом суть нашей программы и важность программы. Важно потому, что при исполнении всего, что мы наметили, каждый получит доступ к качественным медицинским услугам. Качественное образование от детского сада до университета будет доступным всей стране, каждой семье. В стране существенно улучшится качество жилищно-коммунальных услуг. Пенсионеры-инвалиды, малообеспеченные семьи будут надежно защищены. Молодежь, основа нашего будущего, получит новые возможности встроить в свое будущее. Это новые возможности, которые откроются перед каждым из вас, перед вашей семьей, перед нашей страной. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, сплотившись во имя достижения наших стратегических целей, определенных стратегий развития до 2030 года, мы с успехом выполняем свою миссию, строим независимый, процветающий, политически стабильный Казахстан. АПЛОДИСМЕНТЫ Казахстан поставил перед собой амбициозные цели, достигнув которых он станет одним из самых динамично развивающихся государств мира с развитыми промышленными объектами и высокими стандартами жизни населения. Казахстан Продолжение следует...